У нас новый этап нашей работы. Влаза смотреть. Ясерич, глаза, глаза. Влаза сюда. Новый этап нашей работы. Вот всё-таки, как ты думаешь, решит проблема с закрытием ночного клуба Дилериум? Решит проблему в Николаеве детского пьянства, табакокурения и наркомании? Не решит, но это первая, так сказать, звёздочка. Упала с неба. Первая яркая такая звёздочка, такой здоровенный болид над Аляудами пролетел. Ну это безусловно, потому что ночные клубы, увы, увы, это, к сожалению, рассадники. Что рассадники, то рассадники. А что случилось? Вот смотри, вот действительно, ну вот сегодня из выступлений, там с десяти выступлений каждый второй говорил, весь город знал, весь город знал. Ну и таксисты знали, и вся молодёжь знала, что там реализуется, продаётся наркотик. А что случилось? Что произошло? Это приход президента Януковича вообще? Никакой связи. Никакой связи с приходом президента Януковича. Это обычное... Только тихо, говорит так, чтобы я ничего не вырезал. Кино. Это обычное многолетнее противостояние Николаева и Одессы. Многолетнее... А что, раньше не было этого противостояния? Оно было с тех пор, как Николаев стал высовываться поперёк Одессы. Но почему закрыли именно сейчас? Почему не закрыли его три года? Потому что его хозяева, одесситы, превысили все рамки нарушения не то, что законности, а негласного, обычного права по договоренности о поведении чужеземцев в чужом городе, иногородье. Так, переведи это на русские слова, только чтобы я ничего не вырезал. Это означает, что одесситы уже потеряли всякое чувство меры в своём руководстве делериум. Речь не идёт о тех подставных лицах, которые официально в Николаеве руководят делериумом. Ну... Вот. А речь идёт о... Ну-ну-ну-ну... Речь идёт об истинных хозяевах этого притона. Вот. А кто истинные хозяины этого притона? Ну, одесские микроолигархи регионального уровня. Фамилии? Но не этот мальчик, который, кстати, приезжал в исполконе? Нет, конечно, нет. Это мальчик, который официально представляет общество с ограниченной ответственностью. Ну, вообще у нас экономика подставных лиц. Управляющий, да? Да. Ну, это экономика подставных лиц. Его... Это типа берут... Оформляют службу безопасности. Начальника службы безопасности делают председателем ООО. Вот. И это ООО, и пошёт, как говорится... Да говори-говори, ничего страшного. Телефон хай работает. Да. Это мне, кстати, с УБО позвонят. Ты же знаешь, что я внештатный сотрудник... Я не могу говорить, Юра, как при звонках мобильник. Нет.